всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про процент побед почему он у кого-то высокий у кого-то низкий что нужно делать чтобы побеждать на запись такого видео натолкнул меня один очень большой такой комментарий одного человека который сам себе противоречил и подобных комментариев за все время создания видео было крайне много они все очень похожие и примерно излагают одно и то же также на стримах очень часто подобные вещи мне пишут мол стараться смысла нет решено заранее кто победит также у стримеров там или водомесов или у топ игроков у них там какие-то подкрученные аккаунт их заранее кидают в команды которые победят но при этом они сами себе противоречиваются эти комментаторы если почитать внимательно что они пишут они сами себе противоречат при этом не знаю почему они не догадываются что их мысли мешают друг другу итак последний из таких комментаторов заявляет мол топовые вододелы набивает всего лишь 4000 урона что является количеством хп двух врагов на 60 уровне то есть по факту стримлеры всякие убивают всего лишь двух врагов поэтому они не влияют на исход боя но при этом у них почему-то по 60 по 70 процент побед при этом люди которые такое пишут сами и близко не приблизились к такому результату в набивании урона то есть они не то что даже двух врагов не убивают они не убивают даже часто и одного не набивая урон даже равный собственному хп таким образом получается что они влияют на бой еще меньше чем вододелы которые тоже якобы не влияют на исход боя а у них просто победная команда весь урон который набиваются за бой этот урон не только по двум танкам урон начинает набиваться самого начала и некоторые выстрелы могут очень сильно влиять на победу если в нужное время в нужную сторону производить правильные выстрелы и добивать очень опасные врагов то преимущество в бою будет накапливаться по мере того как идет бой и концу уже будет преимущество значительным и будет победа люди которые просто отбивают свои хп присутствуют в бою пытаются хоть что-то делать но никаких важных действий в бою не делают у них примерно там в районе 50 процент побед болтается и все они просто присутствуют в бою и отыгрывать стандартно никаких особо сильно сложных и важных вещей в бою они не делают также есть люди которые слабо влияют на исход боя и у них процент побед очень низкий ниже 50 и иногда даже доходит до 45 такие люди в бою чаще всего приносят только вред никаких полезных действий в бою они не делают это очевидно и близко даже не набивая тот урон который влияет на исход боя не делая важных выстрелов не добивая очень опасных врагов теперь я расскажу вам что такое процент победу world of tanks давайте возьмем с вами 10 боев чтобы иметь за 10 боев 50 процент побед нам нужно победить всего лишь 5 опять боев проиграть это у нас будет 50 процент побед а чтобы иметь 60 процент побед нам нужно победить всего лишь на один бой больше и на большом промежутке времени это будет более заметно кто побеждает а кто нет кто тащит бои кто нет чтобы процент побед был высоким в игре world of tanks нужно выкладываться в каждом бою на максимум что ты можешь никогда неизвестно в каком именно бою тебе придется тащить и сделать ту самую одну победу лишнюю чтобы получить свой процент побед 60 если в каждом бою делать свой результат высокий средний то в каком-то из боев ты дотащишь бой до конца и получится твой высокий процент побед если в каждом бою стараться и выкладываться на всю не делать ошибок как должны проходить бои во-первых самого начала нужно не навредить своей команде никого никуда не провоцировать не агрить не оскорблять не писать и не отвлекать от игры пропускать всех в бою никого не толкать не выталкивать и не заниматься ерундой в бою поскольку пока вы занимаетесь ерундой вы тянете свою команду к поражению плюс человеку которому вы мешаете играть еще его вы начинаете провоцировать и вот вас уже несколько человек в бою занимаются ерундой скорее всего вы проиграете пока вы не приносите пользу а еще и вредите также еще внимательно в бою нужно посмотреть кто куда едет если фланг пустой самому туда нет смысла ехать если вы умрете вы навредили своей команде и вы тот самый человек который имеет процент побед ниже 50 до иногда слившись в начале боя вы все равно можете победить потому что остальные люди были сконцентрированы и дотащили бой до конца но иногда именно ваш слив может повлиять на ваш процент побед и вы проиграете поскольку вы играете не один а еще 14 человек в команде вы никогда не знаете когда вам нужно будет выложиться на всю поэтому нужно каждый бой играть на максимум чтобы иметь высокий процент побед до иногда вам может показаться что победы идут легко но в какой-то промежуток времени придет ответственный момент когда вы будете решать кто победит и в этот именно момент вы должны быть сконцентрированы и сделать нужные правильные вещи для победы самого начала боя нужно ехать со своими союзниками выполнять свой геймплей своего танка прикрывать союзников там где на них выкатываются враги уходить фланга где преимущество находится у врагов пытаться атаковать там где преимущество на фланге у союзников не сливаться потому что это подталкивает вашу команду к сливу пытаться наносить как можно больше урона и всегда делать это безопасно как можно реже пытаться сливать свое хп иногда если ситуация в бою принуждает нужно и разменять свое хп выстрел на выстрел чтобы куда-то поспешить помочь своим союзникам на фланге можно выехать добрать и поехать на другой фланг потому что там необходимо сейчас быть это важно для победы за карты нужно следить весь бой всегда нужно быть сконцентрированным играть в картошку очень тяжело она очень сильно изнуряет выматывает и требует большой концентрации вам всегда нужно играть на максимум пытаться выжать из ситуации которая меняется ежесекундно также в картошке очень часто карты повторяются и и крутятся неделями в какую-то неделю больше коридорной карты в какую-то неделю больше открытой карты нужно правильно пользоваться черным списком карт добавлять туда те которые вам на этой неделе больше всего не нравятся подбирать танк нужны на открытые карты более мобильные танки которые вам нравятся на коридорных картах там должен быть более бронированные салба который очень эффективен на коротких дистанциях за этим всем нужно следить про это нужно думать всегда быть сконцентрированным и готовым выложиться на максимум если вы в бою ни о чем не думаете умираете и сливаетесь не помогаете своим союзникам на флангах и в целом ваша средняя результативность очень низкая вы бесполезный союзник поэтому и претендовать на высокий процент побед вы не имеете права поскольку вы ничего для этого не сделали если стараться в картошке играть хорошо не играть когда вы уставший не сконцентрированный без настроения играть на максимум стараться и за всем следить процент побед будет хороший периодами он может быть чуть ниже или чуть выше но за большое время ваш процент побед отображает именно то насколько вы хорошо играете я сейчас говорю за высокие уровни с 8 по 10 то что там кто-то в песке что-то там набивает на какой-то кастрюле я не считаю это за скилл поскольку геймплей на низких уровнях очень скудный своим разнообразием а раз разнообразия меньше и действий в бою меньше то и правильных решений для победы нужно меньше поэтому не нужно рассказывать что люди у которых процент побед высокий что им просто везет вы даже не представляете сколько невидимых сил сколько нужно всякой морали и духа чтобы сконцентрировано за всем этим следить кому-то это дается легче кому-то это дается сложнее поэтому если у вас низкий процент побед слабые результаты то вы что-то делаете не так и нужно в первую очередь менять свою игру они тыкать другим с вами был варч карать красиво всем пока